Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. День Зосимы. Назван в честь преподобного отца Зосимы, игумера Соловецкого. Желая сохранить чистоту душевную и телесную, Зосима, еще отреком, решил не вступать в брак, так как решил избежать его, как препятствие к богоугождению. Согласно словам апостола, говорящего, не женатый заботится о господниках, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Благодаря ее стараниям на Соловках появился монастырь, и потянулись к нему монахи. Преподобный отец Зосим считался покровителем пчел вместе со святым Саватием. Поэтому этот день имеет и другое название – Зосима-пчельник. Сегодня христиане выносили на пасеку улья, выпускали пчел и присматривались к их поведению. Они молились Зосиму и Саватию, обходили пасеки с зажженной свечой, а после этого окропляли улью святой водой. Приметы. Ранний излет пчел указывал на наступление устойчивой теплой погоды. Если пчелы садятся на вишневый цвет, значит будет хороший урожай вишни. Если нет, будет слабым. Цветки каких растений и деревьев пчелы облюбуют, такой мед и соберете. Если сегодня посеять петрушку и морковь, будет хороший урожай. На какой хлеб сегодня сядет пчела, такой и урожай будет. Если пчелы хорошо пережили зиму, это к хорошему урожаю гречихи. Двадцать пятые лунные сутки. Энергетика этих лунных суток после мощного выплеска предыдущего слаба. Соответственно, и человек чувствует себя опустошенным, склонным к уединению и пассивному созерцанию. И это правильно. Надо накопить энергию. А для этого никуда не спешите. Отдыхайте. День подходит для водных, расслабляющих и восстанавливающих процедур. Хорошо покопаться в своем сознании и очистить его от негативных мыслей и настроений. Причем подойдите к этому процессу с философским уклоном. А для этого помедитируйте, порассуждайте о смысле жизни. Найдите опору. Что касается физической нагрузки, то неспешные прогулки подходят лучше всего. И желательно сделать это на природе. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok